Меня зовут Али Хасай Магомедович, я врач по образованию и работаю генеральным директором Центра защиты от стресса. В 1981 году в Центре подготовки космонавтов я создал методику, ключ, с помощью которой космонавты могли вызывать у себя самостоятельно то состояние невесомости, которое тренируется для того, чтобы космонавт мог быстрее адаптироваться в реальных условиях полета. Эта методика позволяла человеку самому у себя в нужный для себя момент создавать такие состояния, которые ему нужны для решения тех или иных задач. И поэтому эта методика где-то в 1983, 1984, 1985 годы пошла в электронные промышленности, в первую очередь, потому что там женщины, работая с микроскопами, очень уставали. Эта методика позволяла им снимать зрительную усталость в условиях интенсивной монотонной рабочей деятельности. Затем она была использована в микрохирургии глаза, в общей хирургии для того, чтобы готовить больных к операциям и в послеоперационном восстановлении, реабилитации. Это помогало сокращать количество медикаментов, которые их организм мог бы получить без этой методики. И за счет этого укрепляло собственные силы организма у этих пациентов. Они быстрее выздоравливали. Методика служила также помощью психологической и психофизиологической для спортсменов. Она применялась в критических ситуациях для прорывов. Например, помогла хоккейной команде «Динамо» несколько лет назад стать чемпионами России. До этого в свое время футбольная команда «Арарат» помогла не вылететь из высшей лиги. Методика помогала спортсменам, борцам, фехтовальщикам, единоборцам. В самых разных использовалась системах. В йоге, в китайской гимнастике. Когда мы включали эту методику «Ключ», то человек легче владевал теми приемами и совершенствовал свое мастерство, чем если бы он это делал по обычной традиционной схеме. То есть методика помогает ускорять адаптацию к осуществляемой деятельности. Использовали диспетчеры, которые работают с лишением ночного сна. Использовали парашютисты, используют летчики перед подготовкой к полетам. Сейчас эта методика активно развивается в области антистрессовой подготовки. Военные специалисты, психологи, улетающие в горячей точке, в Центре защиты от стресса, обучаются этой методике. И это им помогает сохранять ясность ума и уверенность в себе в самых сложных экстремальных ситуациях. Эта методика применяется в течение уже ряда лет для восстановления, для выведения из острого стресса детей и взрослых, пострадавших от терактов или других травмирующих ситуаций. Она также использовала свое время при землетрясениях. Вот, например, в Кизельюртовском районе Дагестана тысячи людей с помощью телевидения осваивали эти приемы для того, чтобы повысить свою нервную устойчивость в этих чрезвычайных ситуациях. Ее используют энергетики сегодня. Ее используют подростки перед подготовкой к экзаменам, чтобы сохранять свою естественную уверенность и лучше понимать ситуацию в сложной обстановке. Сейчас к нам присылают из Института Акушерства и Гинекологии беременных, которые боятся выкидышей. Это им помогает снимать у себя стресс и родить более здоровых детей. Это просто прекрасно. Методика сама по себе короткая и эффективная, поэтому она в свое время получила название «Ключ». Она утверждена Минздравом, она утверждена другими инстанциями, научно обоснована. По ней написаны десятки книг, зачтены десятки диссертаций в самых сложных по деятельности научно-исследовательских институтах. Она применяется сейчас в Институте военной медицины. Я сам работаю также еще и ведущим научным сотрудником Психологического института Российской академии образования. В последнее время обсуждается вопрос о внесении в систему обучения школьников. Потому что школьники страдают сегодня от непомерных нагрузок, недосыпаний, и поэтому для них это было бы весьма полезно. Потому что она облегчает внутреннее состояние человека в условиях, когда он находится в напряженной деятельности. И каждому человеку в любой профессии, где требуется напряжение ума, где требуется быстрее восстанавливаться и находить себе то состояние, которое ему нужно до решения той или иной проблемы, эта методика крайне необходима. И вот у нас есть направление, которое сейчас активно развивается. Это реализация и раскрытие скрытых ранее творческих ресурсов. Когда человек может с помощью этой методики раскрепощаться, преодолевать штампы, стереотипы мышления, выходить на такую ясность сознания, на состояние вдохновения, уверенности в себе, которое помогает им раскрывать у себя те ресурсы, о которых они раньше даже не предполагали. И это могут делать и школьники, и это могут делать и взрослые люди. И вот в нашем Центре защиты от стресса много написанных живописных картин, которые я сам лично это сделал с помощью этой методики, раскрыв у себя такую уверенность рисовать. И так же это делают и все наши сотрудники. И рисуют, и пишут книги. Ученые до сих пор спорят, вредны ли излучения от сотового телефона, СВЧ-печи или монитора компьютера. По мнению доктора Темникова, волновые электромагнитные колебания могут передаваться не только от различных приборов, но и от больного органа к здоровому. Очень простой пример – компьютер. Все функционирует, все программы есть, и туда попадает вирус, включается в эту программу, и все ломается. Так и с точки зрения информационных взаимодействий, негативных, мы можем получить эту информацию, причем общаясь друг с другом, ну, так скажем, с самыми добрыми эмоциями, не желая друг другу вреда, но информация идет напрямую от органа к органу. Геннадий Темников говорит о том, что больной человеческий организм постоянно посылает электромагнитные волны в пространство. Они несут информацию о заболевании, которая передается как программа его вызывающая. К сожалению, если больной человек просто общается, либо встречается на улице со здоровым, то второй может перенять его болезнь на себя, утверждает доктор Темников. Но с точки зрения физического воздействия, та информация, которая выходит от больного человека, она безвредна. То есть мы взяли физический спектр определенных волн, так скажем, и сравнили. Вот жесткое рентгеновское излучение, вот излучение, идущее от больного органа, скажем. И с этой точки зрения абсолютно никакого вреда не приносит. Такие волны, такая информация, идущая от больного органа, не только по нервным головам, но идущая еще на расстоянии, причем приборы это вылавливают, она комара не убьет, знаете. Но опасная эта информация в том, что она содержит в себе программу заболеваний. Геннадий Яковлевич – врач с мировым именем, доктор медицинских и социальных наук, много лет занимающийся самыми тяжелыми пациентами. Но главное – это его просветительская деятельность. На своих лекциях и семинарах он рассказывает о том, как не воспринимать биологическую негативную информацию. Он много времени уделяет профилактике недугов и расскажет, как им противодействовать и оставаться в полном физическом благополучии. А начиналось все с третьего курса мединститута. Геннадий Яковлевич рассказывает, что уже тогда он начал воспринимать биологические негативные сигналы, идущие от больного на расстояние своими руками. И за считанные минуты снимал у людей боль. Его авторская методика – это взгляд на болезнь, как на чужеродную негативную информацию. Как ее убрать? Об этом лекции, семинары, индивидуальные консультации. Вы, наверное, знаете о том, что мысли человека материальны. Об этом много говорят и пишут и так далее. Так вот, конкретные мысли, то есть мы учим людей использовать определенный вид информации, чтобы получить прекрасные результаты без всяких медикаментозных препаратов, добиться исцеления даже при очень тяжелых заболеваниях. Академик Российской Академии Медико-технических наук, член Нью-Йоркской Академии Наук и директор Института Квантовой Генетики Петр Горяев. Здравствуйте, Петр. А программа наша сегодня будет посвящена «Лингвистика волновому геному» или «Лингвистика волновой генетики». Правильно? Абсолютно. Ну и, соответственно, мой первый такой вопрос. Что же это такое? Лингвистика волновая генетика. У генетического аппарата, то есть у наших с вами хромосом, есть вещественная структура, это понятно, которую можно потрогать, изучить, разделить, проанализировать. А есть еще волновая, то есть волновой эквивалент хромосом, или полевой эквивалент хромосом. Это Гурвич в 1924 году, наш ученый, российский ученый, гениальный ученый, он как раз высказал вот эту идею. Она очень коротко звучит, что хромосомы имеют полевой эквивалент. Вот это очень важное положение, в это суть волновой генетики. Но она не только волновая генетика, она еще и лингвистика волновая, потому что тексты ДНК, которые кодируют белки, по крайней мере, они являются речеподобными. И математическая лингвистика это показывает, многочисленные работы это показывают, что они построены так, как человеческая речь, в частности, обладает так называемой фрактальной структурой, то есть способностью сжимать информацию в очень короткие фразы. То есть, например, басня Крыло очень короткая, смысл большой. Или какая-то короткая фраза, она тоже отображает в себе очень большие понятия. Вот это, так сказать, называется фрактальность. Вот это вот свойственно, и это чисто математически нам показано, свойственно генетическому аппарату. Видите, две ипостаси. Значит, с одной стороны это квантовый эквивалент или волновой эквивалент, а с другой стороны это вот эта лингвистическая составляющая, то есть речевая. ДНК это квазиречь, а речь это квазидНК. Вот мы, когда с вами говорим, то мы фактически программируем друг друга. Более или менее успешно. Вот, как вот мать, программирует отец, программирует своего ребенка, в хорошем смысле этого слова, да, обучая его. Вот, поэтому наши слова являются как бы генетическими структурами, потому что мы создаем душевную или духовную структуру ребенка, которая строит его будущее. Потому что если убрать это, то останется кусок мяса. Да. А сознание, оно, так сказать, речь, оно, так сказать, направляет человека в его развитие. Есть еще и другие аспекты, более подробно потом могу дальше показать, что вот эта волновая часть работы наших хромосом, она реализуется через голографию, например. Голография. То есть, оказывается, наш хромосомный континуум является мультиплексной полиализационной голограммой. Но это специальный разговор. Ну да. Тебе это очень важно, потому что для того, чтобы эмбрион развивался, ему надо задать эмбриону, да, развивающегося человека и любой другой биосистемы, задать пространство-временную структуру, такие вектора, где ножку, ручку вырастить, чтобы эмбрион знал. Он же должен знать, куда ему развиваться. Вот это вот голографическая часть отвечает за это. И еще одна часть очень важная. Это телепортация генетической информации или квантовой нелокальности. Значит, это тоже физика. Мы работаем с физиками постоянно. Значит, это обеспечивает мгновенную связь клеток друг с другом. У нас сотни миллиардов клеток, и даже скорости света не хватит, чтобы они общались друг с другом и знали друг о друге. Все. А квантовая нелокальность позволяет это сделать. То есть, все клетки находятся на спутанном состоянии. В хорошем смысле этого слова идет не от русского языка, это английское слово entanglement, спутывание. Значит, вот все наши клетки спутаны. То есть, каждая клетка знает друг о друге все и сразу. То есть, все сотни миллиардов знают друг о друге все и сразу. Но все и сразу знать, это смерти подобно. Поэтому эта информация квантуется. Ну, это особый разговор. Берется только то, что надо. В данный момент для развития организма, для его нормального функционирования. Ну, и наверняка не только мне, но и нашим телезрителям будет интересно, где и как применять эту технологию. Вот это самое главное. То, что телетизировать можно сколько угодно. Конечно. А вот практически воплотить это, это другое дело. Вот мы воплощаем это дело. Значит, в чем это выражается? Ну, потенциально скажу, что лингвистико-волновая генетика, сразу скажу ее перспективой, а потом напомню каким-нибудь, кое-каким содержанием. Значит, лингвистико-волновая генетика предсказывает и дает возможность жить человеку сотни лет, если не тысячи. Есть такие организмы, которые живут бесконечно долго. Наши с вами, например, клетки, стволовые так называемые клетки, могут жить бесконечно долго. Раковые, к сожалению, клетки живут бесконечно долго. Бактерии живут бесконечно долго, потому что у них трупа нет. Они делятся, делятся, делятся и так далее. То есть в природе этот механизм известен. Есть так называемые иммортализованные, то есть бессмертные клетки, специальные линии есть. То есть механизм известен, Вернее, факт известен, а вот механизм, как это реализуется, неизвестно. Вот лингвистская логенетика, она позволяет сделать такие манипуляции с нашим техническим аппаратом, чтобы снять запреты на время жизни. Человек, в принципе, может жить только сколько хочет и умирать по желанию. Ну, это я немножко фантазирую, но уже кое-какие, так сказать, у нас наметки в этом плане есть. Например, женщин, которым за 70 лет вернули менструальный цикл. Это уже явный признак омоложения. Это омоложение. Да, это омоложение. Но этот процесс нелинейный, поэтому они приобрели функции, значит, деторождения, в возрасте, там, 72-73 года, а лицо осталось такое же старенькое и тело. Значит, по частям происходит, а мы должны в целом омолаживать. Есть у нас и такие эксперименты, когда действительно разглаживаются лица. У Ригеллера, это, кстати, тоже относится к нам, он такой чародей, волшебник, но он оперирует, так сказать, физикой своего мозга. И когда он на пальчике выращивал семечко, не помню, какого-то растения, и зрительный зал говорит, ну, давайте сейчас будем думать, что оно быстро зайдет. Так. Ну, народ улыбает, ну, давайте думаем, значит, снимают, камеры снимают. И вот семечко-то за три минуты щелк, вырастает первый листочек и корешочек. То есть, я как биолог вам говорю, что этого не может быть, потому что развитие растения идет в миллиарды раз медленнее. Да. А тут три минуты, а не несколько дней, понимаете? Значит, меняется временная структура. Оказывается, временная структура генетического аппарата страшно важна. Так, вот это вот очень интересно, кстати. Это имеет прямое отношение к продлению жизни. Да, да, да. Биологическое время фрактально. Оно имеет размерности определенные, да, по которым можно прыгать. Вот он вызвал своим сознанием, значит, вот это вот такой мощный генетический фактический эффект. Вот, потом сюда приезжал еще какой-то баринка, который обладает даже более мощными способностями. Он тоже, как Ури Геллер, там гнул вилки, так сказать, своим сознанием. Это все было снято у нас на телевидении. Вот, то есть, потенциальная возможность. Совершенно чудовищная у лингвистикой луновой генетики. Вот, я тут... На самом деле за этим стоит очень мощная физика. Физика, которую предложил никто иной, как один из лучших учеников Эйнштейна. Бомб. Бомб. Значит, он высказал идею. Сейчас не будем вдаваться в физику этого процесса. Ну, общая идея такая, что Вселенная и все сущее в этой Вселенной, и мы с вами в том числе, отображаются во Вселенской голограмме. То есть, голография везде. И вот Вселенная является голографичной. И поэтому вы можете найти любого человека в этой голограмме. И не надо его искать где-то в созвездии Лебедя или еще где-то. Голограмма — это размытая ассоциативная память. То есть, каждый человек размазан по этой голограмме. Потому что голограмма именно такова, что там нельзя локально найти информацию о человеке. Она вся помнит это. И вы можете голограмму на множество кусочков разрезать. В каждый кусочек будет воспроизводить тот объект, который записан. Вот, и эта бомбовская голограмма, значит, если ты нашел адрес к этому человеку, то ты возьмешь информацию, всю информацию о нем. Вот так же, как на обычной голограмме, если она записана, например, синим лучом, то ты, если ты ее считаешь синим лучом, ты получаешь именно ту информацию, которая записана синим лучом. Если красным, то красным и так далее. Если ты записал голограмму на вот таком угле, то одна голограмма, другой угол, третья, вторая, третья, четвертая, пятая, десятая, тысячная. Значит, поэтому ядра и вращаются, кстати говоря, у эмбрионов, например, у лягушки. Спросите, зачем? Мы, опять-таки, не будем удаляться далеко в физику этого процесса. Короче говоря, вот такая вот голография, она позволяет регенерировать органы и ткани. Так вот, значит, мы отошли от пуповины, крови и плаценты, потому что это хороший объект, идеальный объект для того, чтобы омолаживать, вызывать регенерацию у людей и так далее. Вот то, что я вам сказал, вот эти вещи были получены этим путем. Можно брать фотографию, значит, вот шарахаться от нее не надо. Почему? Потому что фотография – это образ человека и в виде спектра. Любая фотография – это фактически спектр. Если вы этот спектр получаете, а мы научились считывать информацию в виде спектра, фотографии, то вы имеете информацию об этом человеке, потому что считанный спектр является адресом к этому человеку. И он найдет его, так сказать, вот в этой вселенской голограмме. И, повторяю, не надо бежать и искать где-то там со звезды Лебедя или там Рака. Он в самом человеке же находится, эта голограмма, в самом же человеке, потому что мы его имеем в виду частью этой голограммы. Если вы нашли этот адрес, то вы возьмете информацию об Иване Ивановиче, о Маре Петровне и так далее, и так далее. Что мы сейчас и делаем. Вот. Не всегда это получается, потому что есть определенные требования к фотографии. Я всегда предупреждаю об этом и подчеркиваю это. Свою запись слушаю. Мне 72 года, но я, в общем, чувствую себя прекрасно. Пути фуни с глазами. Вот. Так же каждый день бегаю, есть возможность по часу бега там и так далее. Вот смотрите, а у меня, допустим, такой вариант. Когда у меня заболело очень сильно ухо, и впоследствии после этого оно мне всю жизнь, так скажем, испортило, несмотря на то, что я певица, у меня практически 75% барабанной перепонки. Ну, вот не идея способна. Теоретически, возможно, регенерация. Ну, фотографий-то нет у меня тогда. Фотографий нет. Тогда фотографии вашего сына, дочери, внука, внучки. То есть ближайшего родственника. А, то есть ближайшего родственника. Здорового. Здорового. Вот, да, это тоже работает. А не получается ли, что мы тогда, ну, это я уже так фантазирую, что у этих здоровых детей часть здоровья забираем или нет? Нет. Это то же самое. Вот учебник, да? Вы учитесь по учебнику. Если вы человек аккуратный, то с учебником ничего не случится. И передадите этот учебник. Да, 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 другому передадите, все. Ну, если вы рвете его, но мы же не рвем, то есть человек, который считывает информацию с самого себя... Ему нужна просто вот эта информация здоровья. Да, да, это учебник, который его обучает, возвращает к старому знанию, так сказать, и так далее. То есть происходит возврат. Кстати, в основе этого явления, омоложения, лежит ведь что? Возврат ферми паста улома. Есть такое фундаментальное явление, которое называется явление возврата ферми паста улома. В 56-м году его обнаружили. Это память нелинейных систем на начальной моде возбуждения. Оказывается, молекулы ДНК, вот с чего моя волновая генетика началась, первое, что я увидел, когда я корреляционные лазерные спектроскопии ДНК изучал в Институте физико-технических проблем, в 1984 году, 30 лет назад, 30 лет прошло уже, первое, что я увидел, я увидел возвраты на колебательных состояниях ДНК. Так, например, временные автоколляционные функции, они образуют парное состояние, и эти парные состояния повторяются. Например, одна пара возникает через каждые 5 минут, другая там через каждые 15 минут и так далее. А это очень важно. Вот возвраты ФПУ ферми паста улома, это фактически демонстрация возможности генетического аппарата делать запрос к себе самому, чтобы самого себя регенерировать. Вот хвостик у ящерицы, колешня у краба, лавка у тритона, вот низшие биосистемы, они способны к регенерации, мы утратили. Казалось бы, они низшие, а почему мы так не можем? Вот я вам объясняю. Смотрите, вот низшие биосистемы, или червь-планария, ты его на много кусков разрезал, и с каждого новый червячок вырастает, вырастает, регенерирует. Значит, низшие биосистемы, они лишены социальной защиты, у них нет армии и милиции. А у нас она есть, это достижение эволюционное. Поэтому мы постепенно утратили способность к регенерации. У нас только ногти регенерируют, волосы и печень. Все остальное нет. Палец отрубил, все, не отрастет. Хотя, значит, это вполне возможно. Вот поскольку мы и глаз регенерировали, и кишечник отращивали новый, так сказать, 50 сантиметров тонкого кишечника, мы отрастили зубы там, и другие у меня случаи были, я сейчас не припомню, их много, у нас сотни-сотни людей через нас проходят. То есть вот такая регенерация, в ее основе лежит фундаментальное физическое явление возврата ферми-паста волома. Оно свойственное всем нелинейным системам. А ДНК очень ловко использует это. Чтобы реестр голограмм, которые нужны для того, чтобы регенерировать, например, мне поджелудочный железо, я должен запросить у своего собственного генетического аппарата, чтобы он дал этот реестр, и тогда я регенерирую ему. Но поскольку я не могу это сделать, и крысы не могут, да, крысы это высшая биосистема, то крысам мы даем подсказочку, считывая информацию с их новорожденных крысят. И, так сказать, они уже регенерируют собственную поджелудочную железу. А сейчас мы уже вышли на тот этап, что мы регенерируем спинной мозг и головной мозг. Травма. Ведь полно спинальных больных, у которых позвоночник, так сказать, поврежден, спинной мозг поврежден, все, он сидит всю жизнь в коляске. Потому что нижняя часть тела не работает. Все. И сейчас у нас несколько случаев, которые удачные. Значит, все это направление, к сожалению, не подавляется у нас в России. По понятным причинам, да, конкуренту для официальной медицины. Ну, конечно, здесь же. И с этим пока очень трудно что-либо поделать, потому что надо людям переучиваться, никто не хочет. Смотрите, вот медицина, к сожалению, она заняла такую позицию, что она лечит, но не излечивает. Да. А надо излечивать, а не лечить бесконечно долго. А больной платит, 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 такая копилка денег, понимаете, постоянные источники. Понемножечку, понемножечку. Да, с каждого понемножечку, а иногда и помножечку берут. Да, да, да. Ложные операции там, например, раковые и так далее. Ну, не буду говорить. Я сам поработал в медицине 10 лет у Чазова. В 4-м главном управлении. Все это видел своими глазами. Потом в кардиоцентре, который в Черепкове. Также изнутри все это видел, картину. И медики, они несчастные люди в том плане, что это система. Это да. Если ты туда попал, то ты этой системой подавлен. Если ты что-то векнешь, как я там что-то пытался векать, это как, знаете, ящик, да, гвоздь. А ящик, да, он уже нестабильный. Молотком его забить обратно, чтобы держал систему. А можно по-другому, что любая система – это организм. Организм стремится выживать. Медицина – это организм. К сожалению, он стал, ну, несколько таким паразитическим. Хотя есть хорошие медики, так сказать, нельзя так всех ахаивать. Но, тем не менее, общая тенденция такая, что постепенно превращается в паразит. Особенно фармакология. Это вообще-то. Да. Наверное,